Все чаще задумываюсь вот над чем, а мы точно сверхдержава, сейчас объяснюсь. Дело в том, что в мире разгорается очередной информационный скандал, на этот раз вокруг ситуации с коронавирусом в России. Попытайтесь угадать, какое ведомство в данном скандале замешано и играет первую скрипку. Именно, снова ведомство Лаврова МИД России. Блин, вот честное слово, уже трясет от этих камрадов. В нашем МИДе вообще дипломаты работают или гопники? Ну да мы отвлеклись. На днях сразу несколько крупных американских изданий, среди которых Нью-Йорк Таймс, Гардиан, Блумберг, опубликовали статьи, в которых предположили, что власти России занижают цифры по числу зараженных COVID-19. Просто предположили, и я могу понять зарубежных коллег, потому что даже я, живя в РФ, не вижу конкретики. Какие-то отмазки постоянно лепят чинуши. Ой, что началось дальше? Захарова и все ее ручные цепные песики от пропаганды. Давай орать. Ааа, враги. Ой, оговорить нас хотят. Посол России в США Антонов даже какую-то ноту протеста в Таймс направил в японский городовой. Ну что за бред? И давайте попытаемся ситуацию проанализировать. Начинаем. Ну и почему? Собственно, меня данная история возмутила. Да потому что я не вижу тут никакой проблемы. Яйца выеденного спор не стоит. Хорошо, допустим. Сделали американские журналисты некорректную публикацию. Один кто-то написал, остальные подхватили, передрали. Что мешает собрать сейчас большую пресс-конференцию? Пригласить на нее в том числе представителей вышеназванных изданий? И уже там, с толком, с чувством, с расстановкой, со всеми цифрами и графиками, донести до американской аудитории правду о существующем положении дел в нашей стране. Пусть вот этот Артамонов не ноты протеста в газеты рассылает, а как раз и выступит перед зарубежными СМИ. Это же просто, нет? Собственно, пресс-службы в министерствах и ведомствах для того и существуют, чтобы отвечать на вопросы журналистов, когда вопросы появляются. Но нет, он и не про гопорей Лаврова, этим интереснее виск поднимать планетарного масштаба. Хотите знать мое мнение? Я в данной ситуации целиком и полностью на стороне зарубежных коллег еще раз. Если есть что сказать, пожалуйста, приглашайте иностранную прессу к себе в посольство, показывайте там все, рассказывайте. Одной фразой умойте аргументами, но вместо этого мы опять наблюдаем хабалку Захарову, которая разводит на пустом месте базар, да мы их аккредитации лишим. Мария, вы забыли прокричать слово «козлы». А если серьезно, ну, друзья, первое попавшееся выступление этой барышни вам продемонстрирую, вообще первое, что на глаза попалось. Послушайте, как человек общается с журналистами из других государств. Мы со своей стороны, конечно, все сделаем для того… Я еще вопрос не задал. Да, мне этого и не надо. Как это не надо? Я могу говорить и без вашего вопроса. Я вам просто хочу сказать, что это достаточно дико слышать упреки российской стороне от украинского журналиста, который представляет вполне себе заряженное средством массовой информации. Позорище! Действительно, Маша Хабалка. И они там все такие. Я уже ничему не удивляюсь. Зато элиты… Слушайте, элиты – это те, на кого равняются остальные. Это те, на кого хотят быть похожими дети, когда вырастут. Те, с кого берут пример. Из кого стоит этот пример брать, как вариант «хочу быть Стивом Джобсом». Создать что-нибудь, чем будут пользоваться люди всего мира, а затем благодаря этому чему-то зарабатывать деньги. Или стать похожей на принцессу Диану, помогать людям, получая в ответ благодарность, уважение. А что у нас? А у нас вечно все с ног на голову перевернуто. В СССР элитами считались часто хамоватые партийные боссы, ага, которые кричали на людях речевки, типа «у нас в стране все равны», а потом садились от ужинать и коркой, и осетриной. И в то время, как простой люд за ментаем в очереди стоял, затем случились 90-е, и элитами вдруг стали необразованные отморозки с бритыми затылками и в спортивных костюмах, что в слове «мама» восемь ошибок делали. Сейчас вот быдловатое нечто вроде Захаровых, Собчак, Бузовых, Песковых в элиты выбилось, им бы пивом в розлив сельмаги торговать, а они виш-элиты. И меня умиляет то, что российский народ все это принимает, причем, если бы мы сейчас о единичных случаях говорили напротив, найти интеллигентного, порядочного, да хотя бы воспитанного человека там, это ведь что-то из области фантастики. А это реальная журналистика, эээ, слышь, алё, тема сегодняшнего выпуска, короче, о цвете нации говорить будем. Поехали! Кстати, свежий анекдот подвезли, ну как анекдот, конкретная история. Министр здравоохранения Нижегородской области назвал протест медиков из-за отсутствия путинских надбавок за коронавирус отрежиссированной заказухой и провокацией. На Медне в Сармовском районе случилась буча. На тамошней подстанции скорой помощи собрались сотрудники и попытались выяснить у руководства, а где обещанные президентом надбавки в 25 и 50 тысяч рублей за работу во время карантикул. Напомню, люди пахали в несколько смен. Без выходных и проходных главный за это пригрозил вознаграждением. В итоге режим самоизоляции вроде как сняли, но денег не дали или дали, но существенно меньше. Вот медики и пришли потребовать ответа. Сами уже догадались, да что случилось дальше? Да послали их! Не совру, если предположу, что в любой другой стране в ситуацию бы вмешались следственные органы. Представители исполнительной власти, мэр или даже губернатор, депутаты, СМИ. Шум бы подняли до небес, ничего себе. Президент лично пообещал, господа медики, мы ценим ваш труд в это непростое время. Спасибо вам за вашу самоотверженность. Будут премии. А его вассалы зачем-то просто отмахнулись от тех медиков, типа, брысь, хотя нет, вру. Они не отмахнулись, поступили еще хуже. Целый министр здравоохранения Мирик Гусейнов про заказуху что-то молол. Цитирую. Конечно, мы поймем, кто за всем этим стоит. По-человечески очень стыдно за столь грязные и липкие технологии. Про решение проблемы, к слову, ничего не сообщил. Там хотя бы дежурная разберемся, брехнул бы что ли. Нет, зачем? Да и кому оно вообще надо, проблему решать? Обманули людей чуть в первый раз, что ли? Продажные пропагандисты из местных СМИ за свои 20 тысяч помалкивать будут. А если каких-нибудь объедков ребятишкам подкинуть, так еще и мочить тех врачей начнут с утроенной силой. Про органы правопорядка говорить в принципе нет смысла. Ну да, списать все на мифических врагов и вся недолга. Мало ли их у нас, этих врагов. Американцы, украинцы, страны НАТО, даже пингвинов антарктических при желании можно прикрутить к данной истории. Кстати, давно уже жду. Когда же Прокопенко с Пушковым начнут нести ахинею из разряда «Пингвин, это боевая единица чьих-нибудь спецслужб». Чую, дождусь. А правительство России продлило контракт с Игорем Сечиным еще на 5 лет. То есть, следующую пятилетку этот человек продолжит рулить Роснефтью. Слушайте, прелесть какая. Эффективный менеджер профукал все, что можно. Нахлопал долгов. Ввязался в экономическую войну со всем миром, вследствие чего мы получили обвал цен на углеводороды и рухнувший рубль. А ему еще 5 лет поруководить предложили крупнейшей нефтяной компанией страны. Видимо, следующим достижением Игоря Ивановича станет полное банкротство компании. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Ну и под занавес, пока мы тут с коронавирусом боролись, у нас украли выборы. Госдума приняла закон, по которому отныне можно будет голосовать по почте, через сайт Госуслуг. То есть, короче, как попало. И, как вы понимаете, от нас тут уже ничего зависеть не будет. Прямо сейчас могу спрогнозировать результаты голосования в 2021 году. Единая Россия процентов 90-95 наберет. Типа по почте люди же голосовали. Ну да, почта-то известная независимая организация, верно? А уж насколько там все прозрачно, посылку собственную, месяцами можно искать. Теперь, ребятки, вот голоса наши распределять начнут класс. Ладно, а все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.